здравствуйте меня зовут николай пивненко эта программа открытый диалог и как всегда мы обсуждаем самые интересные самые важные события которые происходят с нами и вокруг нас сегодня я хочу представить здесь в нашей студии евгения мануилова заместителя председателя московской общественной организации поиск и поговорим мы о том что как было сказано кем-то когда-то очень давно что пока не найден последний солдат останки последнего солдата война в общем-то не считается закончены мы поговорим о том как сегодня работают поисковые отряды которые занимаются тем что пытаются найти тех людей которые по-прежнему числится в списках пропавших без вести здравствуйте евгений и хочу сказать что вы к тому же являетесь бойцом поискового отряда застава святого ильи муромца у нас не так много времени чтобы обсудить все столь важные вопросы но я знаю что вы сейчас приехали буквально чуть ли не сегодня да вы были в экспедиции который называлась кавказский рубеж 2019 давайте начнем с того откуда вы приехали что там происходило добрый день все верно выходные вернулись экспедиции северного кавказа республика северная осетия алания 42 год немцы рвались на кавказ не дошли немножко до города орджоникидзе нынешний владикавказ где были остановленными бойцами красной армии вахта проходила на территории кировского района то в районе ильхотовских ворот так называемых вахта это вот вахта памяти да это большое мероприятие где собираются много-много поисковиков и который главная цель то поиска и вековечной памяти павших защитников отечества сколько человек принимал участие на каких регионов около 150 человек регион практически вся россия карелия нижний новгород москва ну то есть прибыли представители практически всех том числе много ребят с кавказских республик и чечня и ингушетия и дагестан и осетины называется это кавказский рубеж 2019 потому что речь идет вот о том самом нас попытки прорыва фашистов 1942 году я хочу напомнить нашим зрителям что конечно же вот даже начинаем с марта в апреле особенно уже естественно в конце апреля начале мая у нас появляется вот это настроение 9 мая совсем скоро это действительно очень большой праздник как-то по-другому мы себя чувствуем в эти дни будет много программ посвященной этой тематике но опять же вернусь главному что по-прежнему масса скажем так вот того что связано с великой отечественной войной по-прежнему как ни странно находится под землей я вам скажу так евгений что когда-то я московской области тоже принимал участие в одном таком проекте если можно так выразиться и мы нашли фрагмент гаубица немецкой и она сохранилась в таком идеальном состоянии вот с этой страшным немецким фашистским знаком и было ощущение что она как будто вчера сделано аж прям холодок берет вот скажите когда вы находите эти артефакты великой отечественной войны что вы прежде всего испытывать ну есть уже некоторые привыкания наверное когда находим какие-то железки все равно бдительность тереть нельзя если понимаем что это взрывоопасный предмет вызываем саперов на место которые либо разминировать либо увозят либо уничтожают на месте главная аккуратность есть главное правило поисковика не касаясь и того что чего тебя не касается если ты приехал за солдатами будь добр и еще солдат а главное вот вот теперь мы переходим к главному да потому что я еще конечно же хочу коснуться темы так называемых черных копателями тоже от этого не уйдем ваша главная задача вот поисковый отряд весь этот проект это поиск именно погибших тех кто числится в списках пропавших без по-прежнему воюющих фактически потому что мы их не можем найти конечно вот то есть главное это человеческий фактор все верно да огромное количество людей у нас пропало без вести до конца списке не установлено даже по архивным данным бывают случаи как вот совсем недавно мы нашли солдаток фамилия которого была выбита на памятнике мы нашли родственников родник говорит как так уже третье поколение дети внуки правнуки приезжают на могилу каждым день рождения солдата и 9 мая а он лежал совсем недалеко до километра от вместо того памятника то есть боевой траншеи и детственно солдат числился на памятнике но считался пропавшим без вести ну наверное таких историй очень много самых разнообразных потому что когда прошло такое огромное количество времени а люди хотят чтобы была память да хотят куда-то прийти наверняка многим ставили вот эти памятники просто чтобы увековечить как-то были и переносы захоронения в 50 и 70-е годы так называем укрепнения когда тоже очень много гибла в различных деревнях небольшие там одиночные могилы их укрепляли в рай в районы потом переносили их в городские до конца наверное всех не перезахоронили но я хочу напомнить что нашим зрителям что вы вернулись из экспедиции а кто был организатором этой экспедиции кавказский рубеж 2019 в первую очередь это министерство внутренних дел республики северной осетии алания российского военно-исторического общества и московская общественная организация поиск зампредседателя которого я являюсь а где сейчас вот идут поисковые работы по всем да ну понятно что здесь речь шла кавказе где еще идет активный поиск солдат с на самом деле поиск он не заканчивается он идет круглогодично наши ребята работают и зимой и весной и осенью любое время года настают теплые деньки все буквально военные регионы каких коснулась война везде начинаются работы местные отряды подтягиваются отряды из регионов на стран больших снг ну в том числе я так понимаю и на московской области до ближние подмосковье а вот что сейчас последнее время как вот какие были находки московской области потому что мы прекрасно знаем какие здесь шли в первую очередь это человеческие останки останки это солдаты и вещь которые с ними были хорошо как вот происходит процесс вы нашли останки вы нашли значит какие-то артефакты которые имеют отношение к этому человеку как вот происходит поиск уже родственников тут еще важен элемент найти тех кто заинтересован в том чтобы узнать а конечно одна из главных целей это найти родственников увековечить его имя и если у нас это получается мы передаем останки на родину позавчера нашли вернее передали останки на донбасс украина солдаты нашли в прошлом году осенью в окопе медбрат вчера состоялась встреча на границе гоптовка белгород передали солдат на родину прямо вот с гробиком до останки приезжали родственники бойца а вот расскажите как это происходит как понятно что для участников поискового отряда вы сами говорите это уже ну привычная процедура а все равно когда родственники для них это же какая-то вообще фантастическая история как происходит для родственников фантастическая история в том числе и для нас очень эмоциональный момент когда ты видишь глаза родственников ты понимаешь что они всю жизнь ждали солдата и ты им их его передаешь это настолько подъем адреналина энергия что ради этого стоит жить наверное как достижи большое достижение в спорте можно наверно так сравнить скажите а вот как боец поискового отряда как проходит этот день вы приезжаете на место опять же здесь есть вопросы безопасности есть вопросы все-таки это но очень похоже да на такую серьезную волонтерскую деятельность как-то нужно от работы отказаться за как происходит вот работа отряда как вы собираетесь как куда вы едете с кем вы едете как вы обозначаете площадь работ скажу так что поисковики все люди которые неравнодушны к наш общей проблеме да к общему делу общему делу до поиска упавших защитников есть мнение да наверно было старое мнение что солдаты не заполняли смертные медальоны так называемые боясь накликать на себя беду ну это не так вот можно вот покажите у нас есть до видеть образцы солдатских медальонов много лет проработав мы убедили что карте медальон тоже чтобы мы понимали от откуда это медальон в котором хранились записки информация о том или медальон образца двадцать пятого года если можете видеть покрупнее так поднимите чтобы мы посмотрели до всем оператор зафиксирует вот две маленьких бумажечки держите поддержите небольшая ладанка в которой вкладывались бумажечки но как видно она металлическая металл недолговечен и бумага естественно она сгнивала чаще встречи если сейчас мы его встречаем уже опознать кто это что не не удается невозможно 45 39 года пошли вот такие медальоны зафиксируйте тоже чтобы мы увидели это все поставить из двух частей крышечка сама капсула вставлялась туда такой габонитовый вставлялся такая бумажечка две стороны на которой солдат заполнял фамилии имя отчество данные о себе куда призывался кем призывался каким военкоматом и данные о своей семье и найти такой медальон очень большая для нас удача удача и вот сразу же это очень важный момент потому что наверняка многие я в том числе слышал что действительно не заполняли ну давайте мы попытаемся представить себя да хотя это конечно очень сложно это же надо заполнить так далее если это как бы командование заставляет да тут одна история есть ты сам заполняешься другая история по архивным данным да и по было такое указание что без обязан за обязательно должны были заполнять действительно это являлся единственным документом который был бойца красной армии до 42 года до конца 42 года а потом после 42 года вели красноармейские книжки который у нас тоже есть который у нас есть да вот такой образец и как видите это картонная такая бумажечка с несколькими листочками ну сами понимаете что ламинация ламинации в прошлом в прошлом не было ранение дождь она намокала растворялась и она не сохранилась большинство солдат к сожалению они либо с медальонами либо с кустами с ним книжками у кого были книжки данные о них не сохранились по медальонам было правило такое что одна сторона то есть медальон делился на две части который заполнялся всех синхрон одинаково одна часть оставалась убитым одну забирали штаб иногда кому-то неохота было рвать оставлять забирались у капсул и получается вы находите останки и непонятно кто и том числе и очень много солдат действительно не захоронен они лежат на местах своей гибели в окопе в траншее воронки потому что их некуда передать их их тогда не хоронили после боя до 43 года наши отступали никогда те наверное было заниматься после 43 наши наступали также практически не было а сейчас если вы находите солдата у которого нет ни медальона никаких опознавательных знаков куда вы его передаете или прямо там и оставлять организоваться захоронение на братскими мемориалах рядом с места их гибели то есть ближайший братский мемориал к месту находки мемориал захоронения да создается паспорт захоронения и официальный солдат ложится а сколько в год примерно вы находите останков солдат скажем так которых можно опознать каким-то образом и которых нельзя вот по статистике вот такой медальон бывает один на сто поднятых солдат то есть из-за солдат 99 остаются пропавшими известными вернее один за хорошо а сколько в год вообще находится остались к веке россии в год находят порядка 16 20 тысяч человек если провести статистику то это один день потерь во время войны за один год мы находим и так на протяжении скольки лет прошлом году тридцатилетия отряда поиск поиск россия вот такая вот информация собственно говоря цифры конечно же этим ужасает потому что при всем том важном труде который вы вкладываете к сожалению вот эти 99 на 100 по-прежнему остаются неизвестными а есть еще какие-то надежды какими-то другими способами узнать ну какие-то списки кто участвовал в этом регионе или это практически невозможно конце концов днк очень дорого очень затратно никто не хочет это бывает целенаправленно программа государства нет того чтобы все поднялись нашли последний солдат по и все на энтузиазме все на энтузиазме ну а у нас сейчас небольшая пауза пусть чем мы вернемся в студии и продолжим наш разговор с евгением мануэловым это программа открытый диалог меня зовут николай пивненко и мы продолжаем наш разговор с евгением мануэловым напомним заместитель председателя московской общественной организации поиск боец поискового отряда застава святого или муромца евгений а вот скажите в люберцах мы знаем что боевых действий не происходило но насколько я выяснил с вашей помощью что тоже есть некое отношение к тому процессу которым вы занимаете поисковым отрядом а что поисковые отряды находят здесь ну как уже понятно на территории люберц войны не было в идейсе не производились но история такова что из люберц и призывалось много бойцов в красную армию и были захоронения на территориях госпиталей которые располагались на территории люберц люберц и люберц и люберцкого района известно что есть захоронение в томилинском малаховском районе где никто не знает то есть это можно еще на них можно наткнуться еще можно найти то есть поисковые отряды тоже здесь работают если есть какие-то косвенные признаки туда в саде вот интересный такой вопрос возникает а если кто-то хотел бы присоединиться к вот поисковому отряду например застава святого или муромца или вообще как этой к любой команде поисковой что нужно сделать куда обратиться может быть сайт какой-то нужно большое желание да очень много стоит у каждого почти поискового отряда есть сайта если контактная информация можно прийти обратиться единственное что сейчас начинается сезон и практически все до осени будут в разъездах а как вот проходит вы выезжаете утром сколько вы проводите времени неделя там две недели какого зона поиска как абсолютно по-разному вахты бывают одного дня если где-то недалеко московской области есть вахты выходного дня так называемый разведывательный когда выезжают на разведку ищем места где были бои и если зацепляем удается зацепиться то потом ставим там большие вахты обычно вахты 10 дней проходит посчитано что 2-3 года назад за год 150 дней поисковики трава на вахту да на вахтах это используют свои отпуска свои выходные кто-то больничные используют что за люди мужчины женщины взрослые средний возраст как обстоят дела с молодежью им-то казалось бы в общем то может быть это и не очень должно быть интересно к сожалению государство не очень вкладываться в это дело молодежь очень трудно привлечь но есть энтузиазм энтузиасты примерно среднего возраста нашего да которые работают 30-40 лет например до средний возраст поисковика это уже за 40 уже сюда чуть больше 30 я считаюсь молодой поисковик привлекаем наших детей школьные отряды но детям уже не это не так интересно а как вот им объяснить что одно дело идти кричать на каких-то праздничных событиях мероприятиях до победа победа другое дело действительно ведь это очень важное дело прикоснуться к этому событию вот найти помочь передать останки солдата семье которые жестоко лет прошло как как учиться то что слово патриотизм сейчас иногда используется на что самых разных вариациях не всегда на мой взгляд у местных а вот здесь четкая позиция помочь может быть какой-то ролик сделать может быть какой-то фильм сделать сериал в конце концов как все правильно когда говорите главное прикоснуться если человек один раз к этому прикоснулся он уже становится неравнодушным либо сразу понимает что то не его так как вот только-только началась весна погода еще гуляет плюсовые минусовые температуры и очень хорошо брать с собой сейчас новых кандидатов скажем тогда первый заморозок многие не выдерживают ребят метод не мое уезжают кто остался работать дальше люди сильный духом которые готовы на какие-то как говорят в армии лишений так далее кто готов проверить себя до живем в обычных палатках покупаем туристических магазинах и тратить на себя а кто вот помогает хоть какие-то ну слова спонсоры сейчас уже практически не употребляется вы говорите государство не очень помогает а российское военно-историческое общество в данном случае конечно она помогает да она выигрывает гранты в том числе государственные гранты и выделяя часть денег а кому обратиться вот сейчас у вас есть такая телеплощадка к органам власти каким-то организациям или просто к людям которые захотят кстати может быть деньги куда-то отправить свои собственные есть было у нас был творительный фонд у каждого отряда также наверное есть фонд на который можно перечислить средства кто хочет помочь кто хочет сам выехать помочь на своей машине мы отвезем на машинах перемещаемся на транспорте очень будем рады помощи больших организаций государственных структур например мвд северной сети алани на собственные средства на жертва организовала вахту на 150 человек это огромные пассальные деньги например мы первый раз в сети были два года назад там практически не было музейных площадок ничего что связано было с войной сейчас несколько больших музеев музеи в мвд сети организовали барбашово поле где поставили военную технику нашли дот в котором на котором погиб герой советского союза барбашов организовали там музей том числе с помощью находок которые нашли мы им передали то есть реальные вещи которые не просто да как там да не куплены не на аукционах ничего то вещь которая находится буквально нас под ногами и у которых и свои истории конечно которых и свои стать я хотел вот еще что расспросить вас вы пришли к нам вот этими вот даже не знаю как слово артефакта нам не очень подходит вот каска лежит у нас вот где она была найдена и все-таки ведь мы прикасаемся к чей-то жизни которая вот так вот была прервана и как вы говорите что по-прежнему очень много неизвестных солдат что еще кроме на касок наху что вы находите может быть такого интересного необычного нестандартно видеть что там письма может быть фотографии каких-то которые тоже могут помочь на нежно но к сожалению бумага она не долговечна и не сохраняется если она не специальном капсуле либо не было где-то в основном это солдатские вещи солдаты не ходили в атаке не оборонялись домашним скрабом да это то есть все собой не брали конечно мы находим мыльницы очки трубки курительные бритвенные принадлежности фляжки кружки которые были как и солдатские так и очень удивительно из дома забирали там цветочки лечь какие-то были нарисованы не больше то есть подсказок не так много чтобы найти солдаты подписывали свои вещи допустим на ложке на ноже кто-то делал гравировки на ложках это помогает ну кстати я должен сказать что я когда служил в армии мы тоже так делали вот а вот все то что вы находите да ну вы не можете найти кому это принадлежит а куда вы потом передаете вот это все как вы говорите железо или какие-то другие вещи да мы понимаем что это принадлежит но не нам а народу да и если есть если мы не находим родственников солдат с кем это могло бы быть мы конечно создаем музеи собственные отрядные музеи передаем в школьные музеи создаем ведомственные организации наши ответы должны знать что это было и чем приходилось связываться хорошо а что вот у вас я так на это расшифровки этих записок может быть мы прочтем какую-то как как это было до солдатские то что вот было на я хочу может развеять миф до который современном сейчас по телевизору говорят что солдаты не кричали ура не говорили за родину за сталина шли в боя с там с матом все что угодно но никак не за родину заставим вот есть медальоны реально реальные солдатские медальоны где солдат заполнил всю свою информацию я сейчас его покажу а на обратной стороне он написал последнюю записку которая был если помру то за родину и за сталина буду сражаться до последнего моего дыхания двоеглазов николай солдат реально солдат медальон медальон до либо 2 2 обычная записка которая была со солдатом самодельная не штатный блан его удалось расшифровать него написано если мина меня найдут убитым то прошу семье моей сообщить по этому адресу и эту бумажку прощай семья прощай навсегда я умер в поле боя за родину прошу не забывайте вашего отца и подпись портнов рубим можно понять что человек был еврей по имени он также воевал и отдавал что адрес найден был да все верно адрес найден солдат перед на родину а вот обратная связь понятно что родственники иногда когда получает я даже вот не представляю если да вдруг приходит такое сообщение что мы нашли вашего родственника через столько лет какая-то обратная связь существует вам пишут какие-то письма вам пишут какие-то сообщены или понятно что наверно благодарят вот может быть это тоже станет каким-то основанием например например обратиться куда-нибудь в ту же госдуму да сказать а давайте мы создадим это на каком-то государственном уровне делаются конечно попытки родственник которые найдены они становятся нашими родственниками все кого мы нашли кого удалось опознать это не так много людей мы поддерживаем отношения мы встречаемся если бываем в тех регионах ставим друг друга в гости общаемся и конечно информацию о поиске передается через свои связующие звено между прошлым и настоящим так сказать да еще один немаловажный вопрос которым я обещал поговорить нашей программе открытый диалог это вопрос так называемых черных копателей потому что мы прекрасно понимаем что как бы мы красиво что либо не говорили не делали в жизни есть люди которые хотят поживиться за счет даже вот такой огромной трагедии как они работают где не существует как с ними себя ведут правоохранительные органы как с ними себя вести тем людям которые каким-то образом друг не неожиданных обнаружит как правило эти люди себя никак не афишируют работают они на тихонько втихаря до в ночное время суток в лесу мы их не так часто встречаем опознать их ну никак невозможно не ходят в таком же ков муфляже как и мы с тем же самым оборудованием это щупы поисковые металлоискатели зачем они охотятся что главное наверное каска не так дорого стоит как что другие железо это было наверное интересным еще лет двадцать-тридцать назад когда не так обширно занимались поиском оружие собирали какие-то награды но сейчас это очень мало встречается я думаю не настолько это интересно а что в основном они пытаются пытаются найти награды какие-то элементы оружие все а как они куда это потом уходит как и просто продают все идет на черный рынок конечно очень много и в интернете а если они находят эту записку лишь ничего не мешает это куда-то передать записку хотя подбросить вам нормальный поисковать сожалению мы очень часто часто видим следы раскопа по да когда кости выкинут наружу внизу яма то есть понятно что работал копатель до наш задача найти собрать останки аккуратно попытаться найти медали овали случаи когда и медальона также находились их это не интересует вы участвуете в каких-то акциях вот когда 9 мая подготовительный период сам день и после где-то может быть какие-то проводите мероприятия именно как поисковый отряд и кстати почему ваш отряд называется застава святого или муромца но илья муромец это покровители земли русской и покровитель пограничников наш командир отряда председатель фонда он сам пограничник подполковник или полковник уже вот и здесь этим отряд называется так какие акции проводят себе может привлечение внимание наша главная задача это все-таки поиски бойцы выходить на площади с флагами кричать в рупор это немножко не наша тема проводим экскурсию в наших школьных музеях рассказываем проводим вечера памяти каждый год обычно конец октября-ноября мы делаем вечер памяти если мы за год находим бойцов находим родственников мы делаем передачи на этих вечерах памяти и вот это большие события за конечно же история прямо на глазах происходит ну что мы будем завершать я хочу сказать только одну такую вещь что если вашей семье по-прежнему хранится память о человеке который не вернулся с фронта ничего о нем не известно у вас по-прежнему есть надежда на то что его могут найти вот те самые люди которым мы наверное должны чем-то помочь и если мы это сделаем как можно быстрее туда возможно ваш прадед дед будет найден быстрее мне кажется что это к сожалению будет продолжаться еще очень и очень долго тем более что прошло такое огромное количество времени я хочу поблагодарить евгения мануила во вашем лице поблагодарить всех ваших коллег любой возраст любые так сказать профессии за то что они находят время для того чтобы заниматься этой сложной работой евгений мануилов заместитель председателя московской общественной организации поиск боец поискового отряда застала святого лимуромца который только что вернулся из экспедиции которая называлась кавказский рубеж 2019 куда дальше поедете дальше ель на смоленской области смоленская область ждет своих поисковиков меня зовут николай пивненко это программа открытый диалог всего вам доброго до встречи